Для меня честь и волнительное событие брать у вас интервью на тему «Как найти учителя». В сегодняшнем современном обществе все острее и острее становится тема поиска наставника. И не просто наставника, а именно духовного проводника в развитии человека, в развитии личности и в духовном росте. И в нашем западном обществе, в котором мы живем, эти понятия, они часто между собой смешиваются, различная информация, приходят какие-то термины, вроде как гуру, наставник, коуч. Например, современные психологи, они сейчас очень активно практикуют такие методы, как ведение человека, называют это наставничеством, коучем. Сейчас вот этот ведический термин «гуру» вписывается. И хотелось бы разобраться, в чем истинное предназначение духовного наставника человека. Потому что сейчас вот эти формы отношений, например, отец, брат, начальник на работе, психолог, кто-то, они знакомы для людей. Но когда они встречаются с термином «духовный учитель», человек, он не знает, что вот это значит. Хотелось бы узнать у вас и спросить, в чем необходимость в наше время духовного учителя? Какова его роль для человека? Ну, сначала, да, мы можем разобраться в этом термине, в термине «духовный учитель». Слово «учитель» нам до какой-то степени понятно. Мы все имеем опыт обучения, мы прошли среднее образование, мы взрослые люди. Многие из нас получили высшее образование. То есть у нас есть опыт ученичества определенных. Поэтому, когда мы говорим «духовный учитель», мы опираемся на этот наш жизненный опыт. Но «духовный учитель» — это иная категория, выходящая за пределы обычного опыта. Духовный учитель не нужен всем людям. Как выясняется, здесь важен именно духовный интерес. Только для тех, у кого есть этот духовный интерес, необходим духовный учитель. Если такого интереса нет, то, может быть, нужен учитель каких-то предметов, чтобы получить какую-то квалификацию, профессию. Может быть, нужен психолог или психиатр или врач. Это тоже как наставничество своего рода. Тоже он дает нам рекомендации врач. Прописывает лекарства. Мы обязаны подчиняться и слушать его, если мы хотим. Выздороветь, мы должны доверять ему. То есть отношения также ученик и учитель — это родительские отношения с детьми. Дети тоже учатся у родителей. Поэтому у нас достаточно много учителей в жизни. Но, тем не менее, если мы сознаем, что этого недостаточно, если мы все же сознаем, что при всех наших учителях, пройденных наук, пройденных каких-то школ, мы все же продолжаем страдать. И даже наши доброжелатели, такие как родители, не могут нам помочь в этом и приснили до конца. Если мы сознаем этот факт, тогда нам нужен духовный учитель. Потому что духовный учитель — именно тот, кто знает причину страдания. Не просто может облегчить наши страдания, поправить наше здоровье, допустим. А духовный учитель — он будет говорить исключительно о душе. Это предмет духовного образования. Именно душа. Но мы, как правило, интересуемся больше здоровьем тела, благополучием тела. Но духовный учитель, он знает, что тело мы не сможем спасти. Тело временно. Тело временно. Оно рождается, оно растет, действует какое-то время, потом оно будет увядать. Видать, он состарится и умрет. Это знает очень хорошо духовный учитель, поэтому ставку он не делает на спасение этого тела. Он говорит о спасении души. В эту тему входит душа, сверхдуша и понимание, в каком мире мы живем. Вот об этом будет говорить духовный учитель. Так мы можем как бы распознать, что это и есть духовный учитель. Как я понял из вашего ответа, что именно катализатором к этим отношениям является сам ученик. То есть учитель, он не будет как-то настаивать, навязывать себя. В чем тогда является вот это рациональное как бы зерно потребности ученика в учителе? Откуда возникает вот эта потребность? Бывает, что у человека просто есть интерес, любопытство к этой теме или современная мода. Человек думает, что это сейчас модно. Вот все говорят о духовном учителе. Я тоже интересуюсь, кто же такой духовный учитель. Один ученик подошел к духовному учителю и сказал, покажи мне чудо. Тогда я поверю в тебя. И духовный учитель показал ему чудо. Учитель сказал, ну теперь я могу принять духовного учителя, принять тебя. Но гуру ему ответил, ну теперь ты мне не нужен. Ты не квалифицирован. У тебя нет настоящей потребности в духовном знании. Вот такие вещи происходят. То есть что же мы ожидаем от духовного учителя? Какого-то эффекта, может быть. Какого-то сверхъестественного эффекта. Иногда думаешь, что духовный учитель это такой образ старца с бородой, седовлас и длинной одежды. Какой-то аскет, мистик, где молнии в волосах, мечет он из волос. Или касается рукой головы ученика, передает ему какой-то заряд, какой-то шакти. Ученик теряет сознание, пробуждает уже просветленный, все чакры у него открыты. И с много-много всяких фантазий на этот счет. Но духовный учитель, его долг поставить ученика на верный путь. Действие. Он должен научить его действовать. Не просто ожидать какого-то чуда, а научиться действовать в этом мире. И достичь совершенства при помощи собственных усилий. Должен стать самостоятельным. Это такое руководство дает духовный учитель. Как пробудить внутри себя все необходимые энергии, разум, способности, чтобы обрести совершенство в этой жизни. Именно вот такие знания получаемые от духовного учителя. Это будет тяжелый труд. Это не дешевка принять духовного учителя. Лишь немногие, я думаю, сейчас, которые могут серьезно принять духовного учителя с теми требованиями, которые требуются от ученика. Например, истинный гуру, он запретит греховную деятельность сразу же. Если ученик не прекратит это, он не способен следовать за духовным учителем. Это невозможно будет. Поэтому это далеко не каждый готов сейчас именно принять в сердце духовного учителя. А в чем тогда квалификация ученика? Потому что вы сказали, не каждый может принять. Значит, не у каждого есть какая-то квалификация или понимание видения. Что является тем моментом, что вот этот человек, он в действительности готов принять духовного учителя? Ну, прежде всего, он должен понимать, что он страдает в этом мире, ученик. Он должен признать, что этот мир наполнен страданиями. Если он не признает, что мир полон страданий, ищет тут наслаждений, материального счастья, он не годится ученику. Должен иметь как бы философский склад ума. А это означает, что философ — это тот, кто признает, что этот мир полон страданий, что этот мир, он обитель рождения и смерти. Вот это уже неплохой кандидат, который мыслит вот таким масштабом. Значит, жизнь временная полна страданий. То есть человек должен задуматься об этих вещах. Он склонен задумываться, искать ответы о вечном существовании, о том, как разорвать этот замкнутый круг рождения и смерти. Это хороший кандидат. Правильно ли я понял, что подразумевается некоторая базовая, что ли, философская уже квалификация, да, человека, взгляд на этот мир? Не обязательно. Я не имел никакой базовой квалификации в советское время. Какая была квалификация? Нам никто не говорил ни о душе, ни о реинкарнации. Но я именно искал ответы на эти вопросы, не осознавая. Не знаю, как это называется. Душа — это ли что-то другое, реинкарнация, ли это жизнь после смерти, какая она? То есть у меня была просто потребность понять смысл этого существования. Почему есть смерть? Почему мы рождаемся? Есть ли какое-то вечное существование? Что такое вечность? И что такое Вселенная? Я думаю, эти мысли приходят к каждому человеку в свое время. Но насколько мы серьезно принимаем эти мысли — другой вопрос. Поэтому каждый человек склонен принимать духовное руководство хотя бы в какие-то эпизоды своей жизни. Хотя бы в какие-то эпизоды своей жизни люди обращаются к Богу, задумываются немножко о душе, начинают сознавать, что мир временный, когда видят смерть в этой мире, традания от болезни или старости. Они могут, каждый человек может задумываться на эти темы. Вы знаете, я много раз видел, как в конце ваших лекций люди подходили к вам и задавали вопрос, как найти учителя, как выбрать учителя. И вы им отвечали, что когда ученик готов, учитель сам приходит. Могли бы вы сейчас, в контексте этого эфира, раскрыть глубже вот ваш вот этот ответ людям. Люди ищут духовного учителя и думают, где же его искать, в каком месте. Место назовите, где, да? Где сейчас живет духовный учитель, где он трудится, может быть? В какой стране? Есть ли у него семья? Есть ли у него личная жизнь? Вообще как? Как найти, по каким признакам духовного учителя? Если мы хотим стать врачом, мы, конечно, идем в соответствующие заведения, где есть врачи. А если мы интересуемся математикой, физикой, то мы находим учителя, который будет говорить нам на эти темы, умеет говорить на эти темы. То есть, и также он должен подтвердить наши способности, вообще, нужно ли заниматься, мне врачеванием, скажем, или науками точными, должен определить мою природу. Так же и здесь, с духовным учительом мы сталкиваемся, прямо или косвенно в жизни. Например, есть священные писания, есть пророки, все знают об Иисусе Христе, все знают о пророке Мухаммеде, о Господе Будде. Если кто-то интересуется восточной философией, он может знать многое по поводу различных воплощений, аватар, юг, эпохах времени. И всегда мы видим, что на планету приходят какие-то пророки, регулярно. Нет такого времени, чтобы земля не знала никаких духовных учителей. И сейчас так же, это не исключение, даже в наше время, такое вот материалистичное время, есть духовные учителя, и преемственность существует, она не прервана, она жива, эта преемственность. Но, как я сказал, мы должны, прежде всего, быть готовыми принять духовного учителя. Только тогда мы сможем встретиться лицом к лицу с духовным учителем. Например, меня однажды спросили, что же нам теперь ждать второго пришествия Иисуса Христа? Вы говорили о пророках, вот сейчас пророков никаких нет, что же нам теперь ждать второго пришествия Иисуса Христа? Так, меня спросили однажды на радио. Но дело в том, что уже приходил Иисус Христос, например, зачем же ждать? Нужно выполнять заповеди. Вот это путь к духовному учителю. Потому что эти пророки именно приходили для того, чтобы нам указать путь. Они ушли, но путь за собой оставили. То есть, вот следуя этим заповедям или наставлениям пророков или духовных учителей, о которых мы знаем, мы идем этим путем. Мы идем навстречу к духовному учителю. Это означает, что мы, естественно, если мы начинаем соблюдать заповеди, пытаться хотя бы, да, следуя священным писаниям, которые мы знаем, у нас уже круг общения поменяется автоматически. Мы, естественно, встретим таких же людей, которые также делают такие попытки, такие места, где они собираются, они это обсуждают, ищут. И так, шаг за шагом, в конце концов, мы можем прийти непосредственно к личности духовного учителя, который внешне кажется обычным человеком, но живет совершенно иначе. То есть, его, как бы, внутренняя жизнь совершенно отличается от жизни всех людей. Почему? Потому что у них взаимоотношения с Богом. Он говорит только о душе и Боге, и этих взаимоотношениях. Ни о чем другом он не говорит. Он все вокруг этой темы. То есть, находит массу, миллионы подтверждений, миллионы доказательств. У нее есть полная вера. Он утвержден уже в этих взаимоотношениях. Но чтобы подойти к этому моменту, как мы сказали, нужно уже начать следовать чему-то. Например, вегетарианство. Это один из первых шагов, который человек может сейчас сделать самостоятельно. Если вы не вегетарианец, я сразу говорю, если вы не отказались от этой убойной мясоедной пищи, вам духовный учитель не нужен, вы не встретите его. Может быть, и встретите, но не заметите. А если не заметите, то вы должны оставить этот продукт питания для того, чтобы вообще общаться с ним, понимать, о чем он говорит. То есть, пока человек ест эту убойную пищу, духовные знания для него закрыты. Вот, например, такие вот простые вещи. стать вегетарианцем. Потом можно сделать следующий шаг и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо большое. А вот вы говорили о пророках. В чем отличие именно вот этого пророка, который приходит, и духовного учителя? И может ли для кого-то пророк быть духовным учителем? То есть, уже человек, скажем, который нет на этой планете физически, да? Пророк и духовный учитель это суть одна категория. Называется на Санкрите гуру таттва. Потому что первый учитель, вечный учитель для всех живых существ это сам Бог. Верховная Личность Бога. Он и есть изначальный гуру. Он посылает пророков, когда необходимо восстановить принципы религии. Наделяет их особым могуществом и полномочиями. И они остаются в памяти истории как пророки, которые могли видеть будущее, могли указывать путь для всего мира, путь к совершенству, духовный путь. Подавали пример великой жертвы, как, например, Иисус Христос и также в ведической культуре таких святых огромное количество, самое большое, наверное, количество святых дала Индия миру. Пророков, аватар, Шахтиавеш, аватар. То есть, мы видим, что в культуре Индии это огромное количество таких личностей. там несколько сампродай существуют, линии духовных, наполненных духовными учителями, великими личностями, великими очариями. То есть, целый там клад такой духовный мы откроем на Востоке, в области сердца планеты. Но также эти пророки приходят и в западный мир, в форме религии, каких-то, религиозных заповедей, систем каких-то духовных. притчи иногда, но примеры они приходят, дают. Есть святые цари, допустим, есть просто святые люди, которые живут рядом с нами, они живут ради других. То есть, мы всегда можем регулярно видеть какую-то святость в обществе. То есть, мир как бы наполнен этими примерами. Но проблема в том, что обычного человека это не привлекает, такой образ жизни. Он не хочет быть святым, он не хочет жить ради других, он хочет жить ради себя. Поэтому, чтобы приблиться к пророку или к духовному учителю, необходимо встать на путь самопожертвования. И пророк это хорошо, они были в прошлом, как правило. Сейчас мы не знаем в нашем современном мире, мы не ориентируемся, есть ли пророк, или был недавно, или вот скоро будет. Но говорится, что духовный учитель должен физически присутствовать на планете. который нас свяжет и с пророками, с их наставлениями, и с Богом, который понимает и освоит хорошо эту науку. Не обязательно быть пророком для того, чтобы быть духовным учителем. Духовный учитель может иметь несколько учеников достаточно, и так знания будут сохраняться. На самом деле у Иисуса было 12 учеников, мы знаем, и один из них предал его. такая история. Эти ученики проповедовали его учения, все пожертвовали своей жизнью, кроме Иоанна, это в христианстве. Пророк Мухаммед воевал, вел религиозные войны духовные, так он установил веру в Бога, и образ Бога дал необходимым людям, которые они утратили. И теперь вот есть религиозные системы, которые хранят эти наставления, эти заповеди, пытаются им следовать. Но мы видим сегодня, что люди очень, ну, как бы, несовершенно следуют, практически не следуют сейчас религии. Хотя я называю себя христианами, мусульманами, буддистами, кем-то еще, но практически не следуют. Поэтому сейчас тоже нужна помощь, особое вмешательство, как бы. И приказ для нынешнего времени, к каждому человеку приказ от Господа Читани Махапрабу, который пришел для нашего времени уже 500 лет назад, приказ такой, стань Гуру, к каждому человеку он обращается, стань Гуру, изучай эту науку духовную и стань Гуру, распространяй духовные знания. То есть каждый из нас должен принять роль духовного учителя. Поэтому здесь уже идет речь о разных формах Гуру. Есть форма Гуру, которая указывает направление, если вы слышали о Боге из верного источника, вы уже можете указывать направление, идите туда, слушайте там, читайте эти книги, там найдете ответы, указывая это направление, вы становитесь в артном продаже к Гуру. Гуру, указывающим правильное направление. Если вы людей связываете с Богом, вы уже Гуру, вы уже совершаете эту функцию. А есть Шикша-Гуру, это Гуру, которые дают наставления, имеющие опыт, практики. Они могут нас обучить уже этой практике, как двигаться в этом направлении, какие нас трудности ожидают, как их преодолевать и прочее. И что такое духовная практика, они могут уже это практически нам все объяснить. есть Дикша-Гуру, которые берут ответственность за нашу духовную жизнь. Дикша означает, что они дают нам посвящение, облегчают нашу карму, сжигают нашу карму. Для того, чтобы мы могли двигаться в этом трудном пути, нужно сжечь часть кармы. Тогда эта возможность становится подъем на высокую гору, с такой тяжестью кармы, мы не сможем подняться на такую высоту, поэтому часть кармы Гуру должен посвящение. Время посвящения даются обеты пожизненные. Не есть мясо рыбу яйца, не принимать интоксикации никакие, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом, и каждый день повторять имена Бога определенное количество. Медитация — это пожизненный обет, это во время посвящения происходит. И посвященный считается уже непосредственно представлен сверх душе, Богу сердце, уже представлен официально. Все, связь уже есть. Значит, один гуру указывает направление, другой помогает нам двигаться в этом направлении, третий связывает нас, представляет Богу. Вот такие есть формы духовных учителей. Иногда у людей возникают сомнения по поводу отношения с Богом и отношения с учителем, с духовным учителем. Часто можно слышать, «Господь у меня в сердце», или «Я следую Богу». И иногда вот эта роль духовного учителя, человека, может быть, не с следующим, воспринимается как некое посредничество между мной и Богом. И кто-то воспринимает это посредничество как преграду. Какова истинная роль учителя в отношениях между его учеником и соответственно Господом? Если гуру является препятствием на духовном пути, то это не гуру. Это не духовный учитель. Духовный учитель должен быть прозрачной средой, через которую можно увидеть Бога. Он не должен быть препятствием, наоборот, он должен быть той фокусирующей линзой для незрячего человека, или глазами, нашими глазами должен стать незрячего человека. Вот поэтому мы одеваем такие духовные очки, принимаем духовного учителя. И его глазами мы начинаем понимать, в каком мире мы находимся. Например, есть картина Брейгеля «Слепой лидер ведет слепых за собой». Классическая картина Питера Брейгеля, немецкого художника Средневековья. Это ведическое выражение «слепой ведет слепых». Слепой лидер ведет слепых. Куда же он придет? Ну, там какой-то, знаете, обрыв изображен, какая-то пропасть там, какое-то несчастье их ожидает, потому что лидер слепой, он не видит, куда он ведет этих людей. Так вот, гуру должен иметь глаза. И тогда, говорится, если человек слеп, он держится за руку этого поводыря и находит направление правильное. Вот что означает духовный учитель. А как бы вы охарактеризовали вот этот тип отношений учителя и ученик? То есть я слышал, что это есть некое таинство в этих вещах, что даже тяжело разобраться в этом таинстве отношений учителя и ученик. Как можно их охарактеризовать именно с двух сторон? Со стороны ученика и со стороны учителя? Как описать эти взаимоотношения? Это маленькая модель получается взаимоотношения души с Богом, со сверхдушой. Потому что гуру является внешним проявлением сверхдуши. Там сверхдуша, которая находится в сердце каждого. Гуру является внешним представителем. То есть он говорит то же самое, что сверхдуша, которую мы не слышим сейчас в сердце. то есть Бог находится в сердце и как бы казалось бы этого достаточно. Но этот голос мы не слышим и искаженно воспринимаем. Поэтому гуру проявляется внешне в форме человека, который несет эти знания священные и озвучивает нам эти истины. В форме наставлений он указывает как двигаться, в каком направлении и ученик при этом чувствует эту связь. Он привязывается к духовному учителю точно так же, как он связан со сверхдушой. Испытывает определенную духовную внутреннюю привязанность. Как Крупада говорил, что мой духовный учитель не был обычным человеком. Он спас меня. При этом он говорил очень эмоционально, он буквально слезы лил, когда говорил это. Это отношение гуру ученик. Без духовного учителя ученик считает, что его жизнь бессмысленна. Такая связь очень сокровенная, глубокая, внутренняя. Ученик всегда чувствует, что нет большего в жизни доброжелателя, чем мой духовный учитель. Как говорил Батистан Сарасвати о своем духовном учителе, мой гуру Махарадж так же хорош, как Бог, точно такой же хороший, как Бог. И Бог духовен, и мой гуру так же духовен. Он никогда не обманывает, не эксплуатирует. Он всегда добр, всегда готов простить, и всегда указывает верное направление. Не идет никогда на компромисс с абсолютно истиной. Мой гуру очень сильный, могущественный. Он никогда не обманывает, и сам не обманывается, потому что у него тоже есть духовный учитель, и он ученик, смиренный ученик своего духовного учителя. А тот духовный учитель, смиренный ученик своего духовного учителя, это цепь преемственности, она существует и передается в эти отношения сокровенные от учителя к ученику. Вот в этом и заключается секрет передачи знания. Так мы смиреном состоянии духовной нежной привязанности, когда ученик получает наставление от духовного учителя, он считает, что это нектар наставления, он чувствует, что это а наставления духовного учителя они бывают острыми, развивают ложное эго, ложные представления, дурные привычки, может быть, против его зависти, против его нежелательных пороков в сердце гуру выступает, но ученик чувствует, что это дает ему освобождение, дает ему счастье. То есть удивительное сочетание, да, иногда сравнивают духовный учителя как с врачом, который может вскрывать какой-то нарыв, удалять какую-то болезнь, при этом боль и счастье одновременно ученик чувствует. Вот такие примеры можно найти. спасибо, становится очень понятно и ярко на ваших примерах, как вы разъясняете эту тему. Вы говорили о том, что если учитель становится преградой в духовной жизни ученика, это не духовный учитель. В связи с этим возникает вопрос, как не попасться, или не то чтобы не попасться, а как не выбрать обманщика, что ли, да, человека, который не приведет или не вскроет семя ростка любви к Богу, как потенциальному ученику не ошибиться в выборе? Нужно стать искренним. Есть такое выражение искреннюю душу не обманешь. Он, конечно, может столкнуться с обманщиками и, собственно говоря, каждый из нас уже обманут и не раз в жизни. Это склонность обманывать есть у каждого человека. Учители, которые нас учили, тоже родители нас учили, в чем-то тоже ошибались, обманывали, и мы тоже так же ошибаемся и обманываем. Здесь мы говорим о духовном учителе, здесь не должно быть обмана. Как? Как этого избежать? Нужно понять одну вещь. Обманщик это тот, кто выражает свое мнение о Боге. имеет просто свое представление о Боге. Это есть обманщик. Потому что Бог за пределами наших представлений. Никакие наши представления или предположения неуместны в этой науке. Поэтому гуру становится тот человек, который признает свое несовершенство. Который никогда не будет говорить я думаю мне кажется по всей видимости скорее всего это вот так не будет стоять каких-то экспериментов над учениками в своей жизни а просто будет передавать знания те слова знания которые произносил сам Бог Бхага Водитель. Вот и все. Поскольку он знает что он несовершенен он не будет полагаться на свое мнение он будет просто повторять слова Бога из священных писаний и великих предыдущих ачарь которые достигли уже совершенства. В этом заключается роль гуру. Иногда его сравнивают с почтальоном. Это очень простая роль. Ну сейчас не знаю если ну да тоже есть почта конечно. Но почтальон может вам принести перевод на тысячу долларов говорится на миллион скажем деньги пожалуйста. Потому что он просто кто? Почтальон. Это не его деньги. Он просто берет эту сумму от того кто ему поручает это служение и передает в духе служения тому кому это адресовано. И он сам по себе небогатый человек говорится почтальон может быть но может вам передать миллион рупий миллион то есть деньги или миллион долларов. Вот гуру нагреть роль такого почтальона в данном случае. Вот такую чисто он не должен что-то прибавлять туда или убавлять оттуда просто его роль взять и передать. Если Бог говорит Бхагав Водите что он причина всех причин источник всего то гуру должен так сказать Бог причиной всех причин источник всех миров ничего не добавляя не убавляя не интерпретируя эти слова а просто разъясняя их смысл истинный смысл буквальный смысл знаете есть только интерпретации Бхагавадгиты Силапрупаду он издал Бхагавадгита как она есть книга так ее назвал почему как она есть вот там в видении он говорит что есть сотни сотни переводов на английский язык Бхагавадгиты но ни в одном издании никто не разъясняет слова самого Кришны этих стихов а все выражают свое мнение излагают на основе прочитанного поэтому это не та Бхагавадгита как она есть потому что Бхагавадгита как она есть изложена рассказана Кришна и нам нужно понять рассказчика но ни один из комментаторов Бхагавадгита нам не рассказал ничего о рассказчике Бхагавадгиты об источнике истинном знании а как раз это главная вещь что прочитав Бхагавадгиту мы должны понять именно источник кто рассказал Бхагавадгиту вот к чему должны идти который пропел эту божественную песню для всего мира. Кто же он такой? Объясняется в самой Боговодлитии, он сам о себе все рассказывает. Вот это как она есть называется, и гуру не должен менять этот смысл. Спасибо большое. Вы несколько раз затронули термины, тему цепи духовных учителей. Могли бы вы также раскрыть, что значит цепь, вот это слово ученическая преемственность, и какова ее роль в контексте также обучения ученика духовным учителям? Гуру обязательно должен быть из цепи ученической преемственности. Не просто должен быть знаменитым человеком, или великим даже человеком в этом мире, а именно должен быть в преемственности учителей. Поэтому если вы принимаете какого-то духовного учителя, который так представлен, вы должны спросить его, а кто твой духовный учитель? А кто его духовный учитель? Поинтересоваться этой преемственностью. Если он говорит, что у меня нет наставника, я сам могу обучать по себе, то это не преемственность. Это просто какая-то одаренная личность, не больше. Преемственность означает, что передают не просто какие-то способные, какие-то интересную информацию или способности человеческие, а передают вам Бога в сердце, открывают. Открывают ваше отношение с Богом. Вот это значит преемственность. Дают вам непосредственно Бога. Это цепь ученической преемственности. Ее сравнивают с деревом манго. Ведах такой пример дается. Дерево манго, оно очень рослое, большое дерево, красивое. А плоды манго, их сложно собирать, потому что это очень нежный фрукт. Если он падает, скажем, с высоты он просто разбивается. Разбивается и вы ничего не получаете тут же. Как же этот плод манго, который созрел на вершине, скажем, этого дерева, получить тому, кто находится внизу? Да, вот тут пример преемственности. Сбираются люди по столу этого дерева, цепью. И тот, кто сверху снимает плод и очень осторожно берет в руки другому. Тот очень осторожно берет и придет в руки следующему. И так, тот, кто внизу, получает целый плод манго. Это пример ученической преемственности. Если вы неосторожно даже возьмете, уже повредите этот плод. Вот так же бережно должно передаваться знанию духовное. Что имеется в виду? Из чистого сердца в чистое сердце. То есть, прежде чем ученик обретет полноту этого знания, он должен очистить сердце в этом служении. Без служения духовному учителю знание не раскроется в сердце. Сердце должно очиститься через служение. Поэтому обязательно необходимо служение духовному учителю. Если мы хотим узнать, что такое истина, то мы должны с почтением обратиться к духовному учителю в служении и смирении. Три фактора. Почтение, служение, вопрошение. Спрашивать смиренно и служить. Спрашивать смиренно и служить. И так же духовный учитель. Он всегда ученик своего гуру вечный. Он делает то же самое. Он так же смиренно служит. Принимая учеников, он отдает служение своему гуру. Передает как бы своему гуру. Тот передает своему гуру в конце концов. Верховно лично из Бога. Обретает это служение. Для него это все совершается. Гуру не должен принимать служение на свой счет, когда его прославляют ученики. Если он на свой счет принимает эти прославления, значит он не квалифицирован. Он не является гуру. Таким образом растет его ложное представление о себе. Я великий, у меня много последователей. Или что-то еще приходит на ум. То есть это дисквалификация. Это не настоящий гуру. Настоящий гуру не должен принимать никакие прославления на свой счет. И так эта преемственность таким образом защищает нас от падения, от гордости, от гордыни. Значит ученик служит гуру. Ученик также становится гуру со временем, но продолжает служить своему гуру. Его ученики постепенно становятся гуру, очищая свое сердце. Но делает это служение своему гуру. И так все одновременно являются учениками и учителями. Каждый. Спасибо. Вы также говорили в одном из ответов про разные виды духовных учителей, которые существуют. И вы затронули вот эти официальные некоторые отношения, когда учитель принимает ответственность за ученика, а ученик также в свою очередь принимает ответственность перед духовным учителем. И вы сказали, что на санскрите этот термин называется гикша. И я видел несколько комментариев этих вопросов в ленте, которая здесь на экране. Люди интересовались, что это за процесс такой гикши, что это за процесс официального принятия учителя, официального принятия ученика, как это происходит и так далее. Например, есть отношения юноши и девушки, завязываются отношения, юноша привлекается девушкой, девушка юношей, они чувствуют привязанность определенную, хотят быть вместе, союз хотят образовать, семью. Так, и значит, суть этих отношений в семье, их привязанность, их вот эти нежные чувства и отношения. Это начало. Но затем необходим обряд свадебный, обязательно. Или как бы, ну, законные основания этих отношений. Вы идете в храм, допустим, а потом идете в ЗАГС, в специальное заведение официальное, где официально вы дадут документы, вы распишитесь там, пообещаете, поменяйтесь кольцами, какие-то есть обрядовые вещи. И это уже будет узаконено, связано, закреплено. Все, вы муж и жена вот с этого дня считаете официально. Вот подобно этому примеру также. Есть отношения, да, ученик чувствует, вот мой гуру, я чувствую мой гуру, вот он мне в сердце проник, дал мне Бога, я чувствую Бога. Вот слушая его, я чувствую просветление всего, я хочу от этого духовного учения принять. Да, и тогда существует специальный обряд, который должен зафиксировать, как бы сцементировать, скрепить, узаконить эти отношения перед Богом. Заметьте, что все отношения, они скрепляются перед Богом, обязательно. Любой закон представляет Бога в этом мире. Поэтому отношения нужно узаконить. И брат на небесах, да, совершается. Обычно вот в храмы древняя традиция, то есть не просто в загс пойти, а именно в храме перед Богом пообещать, поклясться верности, да, принять на себя этот долг, обязанности. Почему? Потому что путь будет трудный в семейной жизни, да, там много обязанностей будет. И не так-то просто будет всю жизнь, да, прожить вместе и достигать, ну, целей желанных. Это трудная будет жизнь. Поэтому дают обещание, чтобы скрепить этот союз, чтобы он не разорвался случайно, допустим, или даже намеренно, чтобы не было разводов, как говорится в Писаниях. То, что связывает, скрепляет Бог, человек не должен разрывать. Вот с такой ответственностью, да, обряд совершается. Смысл в этом. Сейчас много разводов, но вообще в старые времена это было очень редко. Никто не стремился разрывать такие отношения. Наоборот, люди искали, искали возможность, да, и знания, чтобы жить в мире, счастье и как развиваться. Мы сейчас тоже ищем таких знаний, чтобы наши семьи стали крепче и прочее. И вот гуру-ученик также проходит такую официальную церемонию, где свершается, в специальной церемонии даются обеты. Перед Богом, перед гуру ученик обещает, что он будет соблюдать четыре принципа пожизненно. Пока он будет эти принципы соблюдать и воспевать святые имена, ежедневно практиковать, связь с гуру всегда будет поддерживаться. То есть это наша духовная обязанность. И гуру тоже самое делает, под точностью к своему духовному учителю. Те же принципы соблюдает и ту же мантру повторяет. Эту мантру он передает по цепи приемственности своему ученику, когда тот обещает ему соблюдать четыре ограничения. Отказаться от мяса любоис, от всех интоксикаций, от азартных игр и незаконного секса. Он вслух произносит эти обеты. И духовный ученик вручает ему специальные, начитанные, одухотворенные четки, священный предмет. Ученик принимает эти четки, на которых он будет практиковать святые имена, медитацию на святые имена ежедневно. И получает духовное имя. Приравниться ко второму рождению. Получает теперь духовное имя уже. С приставкой «слуга Бога» . С этого момента он признанный «слуга Бога». Гуру его представил в всей преемственности и в присутствии сверхдуши, о которой ученик знает только теоретически. А гуру уже практически знает, имеет эти отношения со сверхдушой. Поэтому в этих отношениях участвуют трое, не двое. Не гуру ученик, а гуру ученик и сверхдуша. То есть фактически теперь сверхдуша будет контролировать этот процесс. Все, ученик потом может идти, заниматься служением. Гуру не нужно иметь шпионов и выяснять, как живет там ученик. Ему не нужно подглядывать и подсматривать, подслушивать. Соблюдает он принципы, не соблюдает. Сверхдуша всю необходимую информацию ему приносит. А гуру через сверхдушу также дают на столе не ученику, когда попадает в трудное положение, у него вопрос возникает. Сверхдуша помогает ему найти ответ. Вот таким мистическим образом это происходит, связь. Спасибо большое. А, дорогие слушатели, можно сейчас писать вопросы. Я видел, много вопросов было в ленте, но мне сейчас будет тяжело их найти где-то в начале нашей встречи. Я уже начал задавать некоторые вопросы от зрителей. Где-то три вопроса мы задали. И пока вы будете писать вопросы, у нас где-то минут десять осталось эфира. Я бы хотел еще спросить от себя, может быть, последний. Он, может быть, будет немного личным, но очень интересно также слушателям. Вот ваш личный опыт общения с вашим духовным учителем. И как вы это ощущаете, чтобы вы хотели поделиться? Это практически невозможно описать. Это трудный очень вопрос, потому что много очень сокровенных внутренних впечатлений самскар у меня в сердце, которые получил от духовного учителя своего. Эта связь, я, чувство вечное, нет необходимости менять что-то в этих отношениях. Никогда. Потому что гуру это не нечто статичное, который уже исчерпал свои знания, допустим. И вы должны искать что-то еще. Гуру связан с безграничным источником блаженства и знания. Поэтому достаточно одного гуру на все последующие жизни. Гуру черпает это блаженство и знания из безграничного источника. Поэтому эти отношения не меняются. И что же я чувствую по отношению к своему духовному учителю? Многое. Во всяком случае, эти отношения, они непрерывные. Они присутствуют круглые сутки. Это день или ночь, или утро, или вечер. Это, может быть, любые обстоятельства жизни, в которой мы находимся. В той семье, где мы живем, или той деятельностью, которой мы занимаемся. Всегда чувствуем присутствие влияния духовного учителя, его благотворное влияние. Потому что на каждом шагу мы должны иметь руководство. Что же это за влияние? Что это? Внутри такое происходит у человека. Происходит некоторая трансформация. Он получает некоторый источник счастья внутри себя. С которым соизмеряет то, что происходит во внешнем мире. И вот это соизмерение указывает на правильный путь. Называется вкус духовной жизни. Вкус. Это очень тонкий духовный вкус, которого не существует в материальном мире. И вот, идя вот таким путем, человек возвращается к Богу. Эту возможность ощущать духовный вкус мы получаем именно от духовного учителя. Поэтому чувствую, что Гуру мой самый большой доброжелатель. Он всегда мне дарует этот вкус, который выводит меня из любой натрудительной ситуации. Всегда нахожу ответы в сердце или как-то еще. Я всегда получаю наставления. Я не остаюсь никогда в одиночестве в океане материального существования. У меня всегда есть компас, есть направление, есть противный корабль. Вот такие метафоры можно привести в пример. То есть, по сути дела, Гуру, он является главной нашей основой, опорой в духовной жизни. Вот вопрос тоже из эфира. А после чего вы приняли своего духовного учителя и что этому посодействовало? После чего? После того, как я прочитал уже Бхага Вадиту, как она есть. Потому что именно там я узнал о преемственности учителя. До этого я просто слышал, что есть какие-то учителя, но я не понимал так же, как и все. Где эти духовные учителя? Я никогда их не видел. И, может быть, они где-то в Гималаях, в труднодоступных местах. Рерих там искал. Мы в то время знали только Рериха. Рериха искал где-то в Шамбалу на Тибете. Я думал, я же не смогу пойти в Сибет и искать. Я не Рерих. Должно быть, я не смогу вообще никогда найти духовного учителя. Вот так я понимал это. Но когда я прочитал Бхага Вадиту, выяснилось, что все этические преемственности существуют. И сейчас она доступна. Более того, это знание сейчас распространяется на всех языках мира. Представлено. То есть каждый человек, живущий в любой части мира сейчас, может обратиться к духовному учителю. Любое. Время такое. Мы сказали, да? Время Господа Читани Махапога означает теперь, что каждый из нас должен стать гуру. А что это означает? Каждый из нас должен также принять гуру, чтобы стать самому гуру тоже. И теперь эта возможность есть практически для всех людей в мире. Я прочитал Бхага Вадгиту. Потом я пошел к тем людям, у которых я эту гиту получил, от которых поинтересовался. Оказывается, они уже практиковали все эти регулирующие принципы. Уже были посвящены, имели дикшу. Мне показали, рассказали о живущем духовном учителе. В то время это преследовалось. И гуру не мог приехать в Советский Союз по политическим причинам. Но мы получали посвящение заочно. Я получил первое посвящение заочно. Выставили просто мою фотографию, некоторые мои данные. И гуру посмотрел на эту фотографию, на эти данные. Узнал, что я уже повторяю 16 кругов мантры. Уже соблюдаю регулирующие принципы. Я сознательно уже готовлю встать на этот путь. Пожизненно. Получил рекомендации от его учеников старших. И он дал мне посвящение заочно, на большом расстоянии. Инициация была в Швеции. Я был в Санкт-Петербурге. Я это почувствовал. Я почувствовал, как прошла инициация. Так это было в моей жизни. Я выбрал два вопроса, которые нам время позволит задать. Первый. Когда вы говорили о принципах, обетах, которые принимает на себя ученик. Вы затонули тему вегетарианства. И здесь я посмотрел в истории. Очень живая дискуссия была у наших слушателей по поводу вегетарианства. Они задавали вопросы, а вот это реально ли выжить вообще вегетарианцам. И спрашивают, что Иисус накормил кого-то рыбой. То есть как вот быть в этой ситуации. Ведь как-то говорят, что вегетарианство это не какой-то духовный принцип. Почему именно это является основой? Если мы хотим получить полное знание о душе и сверхдуше, то вегетарианство необходимо. Необходимо. Например, Иисус, да, Он кормил рыбой людей, потому что они были рыбаками. Это была их пища, это была их жизнь, их заработок. Так они поддерживали свою жизнь. И Он их не ограничил в этом. Но при этом Он сказал одну вещь. Вы знаете, да, если вы читали Евангелие. Много что имею сказать вам. Всего не вместите. То есть вы не все поймете, то что я скажу. Сам же Иисус никогда не ел ничего подобного. Никогда. Не указывается. Ни в одном месте не указывается, чтобы Он ел рыбу или мясо, или что-то в этом духе. Есть даже такая книга специально выпущенная на этот счет. Насчет именно диеты Иисуса Христа. И выяснилось, что не было ни одного свидетельства в Писаниях, ни одного слова употребленного на этот счет. Неправильны были переводы, что как будто Он ел рыбу. Нет. Он ел, там говорится, трапезу или пищу или стол. Там много всяких синонимов. Но никогда не было прямого термина, указывающего на то, что Иисус ел рыбу или мясо. Поэтому сам Он, видите, придерживался очень высоких и строгих принципов духовных. И также другим говорил, иди больше не греши. И также говорится, не убей. Слово не убей относится к жизни любого живого существа, не только человека. Там два термина есть, да, на иврите. Убийство человека и убиение любого живого существа. Разные термины. Используется термин, который используется по отношению, применим ко всем живым существам. Никого не убивай вообще. Поэтому это вопрос, исследуйте, пожалуйста, и не думайте, что вегетарианцы не могут выжить в этом мире. Если я каким-то образом еще живу, прямо перед вами, да, 35 лет я вегетарианец, то почему же вы спорите на этот счет? Зачем вы спорите, если вы видите перед собой человека-вегетарианца, который никогда уже 35 лет не ест ни мяса, ни рыбу, ни яиц? И дочь у меня выросла ей столько же лет сейчас. Она никогда в жизни не ела этих продуктов. И жена то же самое, вся семья. Почему вы сомневаетесь в этом? Спасибо. И тогда последний вопрос на сегодня. Я бы, извиняюсь, попросил бы вас коротко на него ответить, потому что время эфира будет ограничено, чтоб не оборвалась запись. Опять же заспрашивают люди, которые слушают ваши лекции, часто в лекциях вы говорите, ученик принимает образ жизни учителя. Могли бы вы сказать, что это означает, как ученик принимает этот образ жизни? Да, да, да. Это 16 кругов Харе Кришна Махамантры, вот в ведической традиции. Я лично это делаю, потому что мой гуру именно это делает. Четыре принципа ограничивающих, мы их только что называли. Это образ жизни духовного учителя. Чтобы стать учеником, я принимаю его образ жизни. При этом, чем уже занимается? Он распространяет духовные знания. Я делаю то же самое, померясь их возможностями. Вот, все очень просто. Все, тогда будет поддерживаться связь прочная между гуру и учеником. Образ жизни должен быть одинаковый. Спасибо вам большое за этот эфир, за вашу мудрость и за наставление. Очень много благодарности в комментариях. И тема, она очень широкая, и вы ее максимально практическим образом и понятным для людей раскрыли. И я сам очень сильно, хотя казалось бы, я, может быть, знал где-то что-то, но вот как будто все заново открывается. И спасибо вам за ваше наставление, за эту мудрость, которую вы передали. Спасибо, эта тема на самом деле безгранична. Если вы встанете на этот путь, вы сами увидите, что эта тема практически безгранична. Всем желаю удачи, счастья в поисках духовных. Спасибо.